Пулевая стрельба – это один из тех видов спорта, который в 2020-м пострадал от пандемии в большей мере, нежели подвижные дисциплины. Если люди, практикующие активные виды спорта, в период ограничений могли позволить себе заниматься в домашних условиях, то когда речь заходит о различного рода оружии, всё далеко не так просто. Поэтому говорить о высокой практической подготовке спортсменов не приходится. Всероссийские соревнования, прошедшие в Новокузнецке, тому подтверждение. Они стали едва ли не вторыми в календарном плане стрелков за весь сезон нынешнего года. В плане подготовки, конечно, отсутствие соревнований, отсутствие соревновательного опыта. Особенно в стрельбе, где больше всего, помимо выносливости, нужна и психология, нужны старты. Этого, конечно, нам не хватало. Поэтому эти соревнования, которые проходили в городе Новокузнецке, Кубок Коцубинска, уже традиционные, в 40-й раз они проходят. Для нас они являлись завершающими соревнованиями сезона. Но в этом году это у нас получилось чуть ли не открытие сезона 2020 года. По словам руководителя отделения пулевой стрельбы комплексной спортшколы, в этом году ставки были сделаны на молодых спортсменов. Многие из которых хоть и не вошли в число призёров, но показали вполне приличные результаты. Медальную копилку уже пополнили более именитые стрелки. Санда Буга – кандидат в мастера спорта. Скубка привезла серебро. В её упражнении ПП-60Ж стрельба ведётся из пневматического пистолета на время. За отведённые полтора часа спортсмен должен произвести 60 выстрелов. Количество набранных очков суммируется. Прокопчанка успела выстрелить лишь 59 раз, что лишь на волосок отделило её от золота турнира. Старт для бегуна. У него есть старт, и он бежит. И всё, вот у него пошла вся дистанция. У нас каждый выстрел – это каждый новый старт. Здесь мы должны были разрабатывать немножко свою тактику, можно сказать. Некоторые стреляют, каждый выстрел стреляют, 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 и потом у них остаётся много времени. А кто-то делает небольшие паузы между выстрелами. Вот и я немножечко затянула с этими паузами, и поэтому не успела сделать один выстрел. Ещё один медалист среди прокопчан – Семён Шмигельский, завоевавший бронзу. Парень выступал в упражнении МПП-60. Согласно правилам дисциплины, стрельба ведётся из произвольного пистолета. Особенность такового в том, что для спуска крючка достаточно лёгкого прикосновения. Можно неудачно дёрнуть рукой, и пистолет выстрелит моментально. У этого пистолета очень чувствительный спуск. Надо знать, с какой силой нажать на спусковой крючок. Почему неудачно? Плоховато удерживал, закреплял. Помимо Семёна и Санды, медалистом стала Валерия Кравчук. Её результат – третье место в упражнении ПП-60.